друзья всем привет от команда автопанорама и сегодня у нас обзор свежие новинки это бел g да да первый можно сказать белорусский а вот сколько в нем белорусского кроссовер belg x50 подробно расскажем чем отличается от куры и подробно расскажем о ценах посмотрим что внутри что под капотом куры и у нас любит мы автопанорама назвала назвали этот crosshatch или кроссовер звать как вам удобно двадцатом году кроссовером год потому что машинка была по дизайну невероятная по тем же самым технологиям полуторолитровый турбера на 177 лошадей робот в общем классная машинка у нас на канале есть и отзывы и загоняли мы в карьер эту машинку и она ехала совсем недавно сняли кстати обзор на подъемники посмотрели как вот этот кроссовер кстати двадцатого года из экспериментальной партии которая только ставилась на конвейер belg как ведет себя после трех зим вот посмотрели найдите интересно есть вопросики ну давайте подробно кстати жду сразу же отзывы реальных владельцев в комментариях под видео жгите поверьте это очень важно для нас и для тех кто собирается купить этот автомобиль поехали ну а поможет мне рассказать о belg x50 владимир перевалов персональный менеджер atlanta m добрый день володя приветствую вас павел ну сразу же у меня вопрос что это за автомобиль потому что хайп такой сейчас идет belg выпустил там скажет так скажем белорусский кроссовер ну не знаю насколько белорусский давай мы как раз и пройдемся посмотрим но в любом случае когда мы встречаем этот автомобиль первое что мы увидим это все-таки куры все-таки как бы не мы не хотели видеть здесь был джи мы видим кури потому что изменения которые коснулись данного автомобиля они настолько минимальны и незаметны что отличить это будет невозможно первое отличие который мы можем сразу же вот увидеть когда вы видите автомобиль обратив просто на новую шильда новую шильду пиши на биджи belg это как rg ровер гараж так то есть логотип вас решила вот по передней части в остальном накоры это кулрей совершенно верно поменяли логотип некоторые изменения коснулись задней части автомобиля и забегая вперед и могу сказать что они настолько минимальны что не каждый заметил даже надпись belg это гордость до совершено борисовчан я думаю для борисовского завода что сейчас на машине красуется надпись belg это одно из новшеств которые коснулась автомобилей belg x50 ну и соответственно появилось само название до логотип логотип x50 эту машину в на китайском рынке знают как gily s11 sx1 sx11 а потом для нашего рынка она шла как кул рей совершенно верно крутой там луч не знаю классное было название а сейчас это вот такой экспедиция совершенно сразу же вопрос то есть смотрю на стоянки стоит кул рей тестовый все верно кул рей есть продажи сейчас но то есть кул рей остались или x50 полностью так скажем заменил кул рей да совершенно верно по планам завода производителя все кул рей заменены моделью x50 все кул рей мы любим но забываем и привыкаем к новому названию автомобиля belg хорошо вот давай за что любили кул рей это в первую очередь за дизайн совершенно верно за те же самые вот четыре трубы четыре трубы я смеялся всегда три цилиндра 4 трубы ну хорошо ну ну скажи ну ну belg вот но название белорусской белки но что-то белорусская есть вот давать даже посмотрим те же самые покрышки 215 55 все 18 диаметра в день все совершенно верно здесь модель грин макс 4 на 4 полноприводная резина кстати сразу же у меня вопрос вот я на щупу вы обратите внимание вот не можем мы пока поднять обещаем сделать вам обзор на подъемнике и посмотреть как машина ну хорошо не поленюсь залезу такая у меня работа друзья мои посмотрел по низам частично машина про антикорин но очень много так скажем традиционно для куры голых голого металла голого железа поэтому первое дело что я рекомендую всем сразу же эти курики эту машину вот прям сразу же кроме того посмотрите у нас обычная пластиковая защита арк то есть тоже хотелось бы кстати есть комплекты для шумоизоляция да совершенно верно все можно есть конечно конечно я не пользуются наверно спросом потому что с шумкой как и антикор также и подкрылки с шумоизоляции они пользуются популярность вы уже за три года ставите все проблем конечно что нужно делать это это не проблема это пожелание клиента они хотят видеть это в своем автомобиле а мы можем им это дать соответственно мы сходимся в своих желаниях у меня вопрос тогда что обязательно нужно делать вот на твой взгляд уры ой с x50 оговорочка да из того что можно было бы сделать и нужно наверное для нашего региона все-таки с достаточно серьезными интересными зимами это сделать антикор павел уже сказал об этом лучше сделать антикор соответственно приобрести комплект дополнительных подкрылых шумоизоляции приобрести комплект ковров салон-багажник тут уже смотрите багажник нужен не нужен это уже когда желание клиента и обязательно поставить сетку в решетку радиатора все это есть наличие да с лишены делает конечно конечно за несколько часов здесь на фирменном сервис совершенно верно по желанию клиента все это устанавливается и отдается уже автомобиль с установленными дополнительными оборудованием можно без него то многие россияне говорят ой нам навязываем можно без нас у нас в беларуси этого нет что совершенно не должен все еще машину и мы тебя по списку ребят пишите в комментариях насколько у вас это обязывает потому что ну пример завод лада очень сильно борется с этим сейчас потому что ну навязывают дилеры еще оборудование еще какие-то услуги и конечно многие жалуются пишите в комментариях давай заглянем в салон давайте интерьер как видите по интерьеру никаких изменений никаких цветовое решение все-все-все осталось калорный интерьер как было сразу кстати многим нравится то что здесь например красный такой бордовый вверх причем обращаю внимание что он мягкий на ощупь пластик мягкий и эти псевдо строчки то есть простройка передние до центральной верхней части консоли плюс вот эти вот элементы ну понятно что это пластик да конечно да это пластик стерилизованный пластик под алюминий под матовый алюминий да совершенно верно но качество материалов еще в двадцатом году меня очень поразило то что вот кнопка старт стоп да да цифровая панель приборов сразу же совершенно верно все осталось без изменений поэтому все кто хотели когда-то себе куры он получает все то же самое только под другим названием дождите на черная крыша изначально ее не было это потом было как в комплектациях флагшип совершенно верно флагшип добавляет еще черную крышу помимо двойного цвета салона он еще получает черный потолок это максимал это максималка а что касается вот x50 давай пройдемся по комплектациям и ценам на сегодняшний день у нас три комплектации совершенно верно стандарт комфорт и флагшип что практически то же самое как и в колорак то есть подход тот же сам подход тот же самые цены те же самые комплектации все осталось без изменений цена на сегодняшний день а это август двадцать третьего года друзья мои мы будем писать описание данного видео ссылки как будет меняться цена на сегодняшний день у нас базовая начинается по цене шестьдесят две тысячи белорусских проблем да все это примерно 20 тысяч долларов да дальше идет средняя комплектация и в максималке но уже есть все совершенно верно большие литье и вот это черный потолок на рама и панорамная у нас есть это люк все-таки да то есть и люк и крыша да и люк и крыша совершенно верно и она на сегодняшний день стоит 73 тысячи то есть это меньше 25 то есть примерно 24 тысячи долларов совершенно верно но у меня главный вопрос потому что чем берет продажами джили и билджи это кредиты какие самые выгодные сегодня вот эти льготы да все верно все сохранилось система финансирования стала свой же соответственно на льготных условиях можно приобрести автомобиль белджи x50 условия на сегодняшний день это первые три года ставка будет 7,25 процента годовых в белорусских рублях белорусских рублях совершенно верно на оставшиеся семь лет ставка будет 12 половиной процента годовых хорошее предложение интересно их уже вот заезжал в один салон красно независимости и там даже салонную машину уже забрали товар хорошо что здесь уже есть ажиотаж вот я смотрю очень много людей сегодня в салоне все спрашивают как люди билджи в целом относится что-то билджи на самом деле мнение не поменялось все равно это производство борисовка производства и ничего не поменялось кроме названия подожди подожди вот вот я не согласен мнение до менялась потому что я вспоминаю 19-20 год первый атлас 1 колорай к джили в принципе к китайцам у нас относились люди очень осторожны и как раз вот джили я скажу я наблюдаю джили ту гела пожалуйста есть обзор на нашем канале мы первую ту гела как раз тестировали здесь вот из этого салона а этот год тот же самый флагман сейчас в джили манджаро но у меня просто удивил и дизайном и технологии вот это огромная панель это тоже тест-драйв найдите есть и мой пять фишек джили манджаро и нашего теста вот и сергея мурашка машина просто но уже космически ее ну нормально когда сравнивают с тем же самым вольво или с европе и это нормально когда сравнивают с европейцами уже китайцы поэтому как раз отношение изменилось я не знаю как изменится отношение до изменилось отношение китайцам уже давно да но я имею ввиду что переход с куры на x50 это как-то то есть прозраивание заме незаметно без ступенек все были подготовлены то что информация уже достаточно давно появилась все знали об этом но скажем так интерес к автомобилю он не пропал он не изменился в плане количество тех продаж которые на сегодняшний день имеется полотену в таком случае я тебя попрошу рассказать подробнее вот именно про уже не куры про bill gx 50 вы их продаете вы знаете поэтому давай мы выделим пять фишек в чем фишки данного вот кроссовера ну и давай подробнее про технологии про интерьер в общем все образы тебе принимай lgx 50 это знакомый нам автомобиль с двадцатого года под именем колрей сейчас он выпускается под именем уже bill gx 50 и все что мы знаем про куры мы знаем про bill gx 50 глобально никаких изменений произошло под капотом все тот же двигатель 1 и 5 turbo на 177 лошадиных сил тоже семиступенчатая коробка передач роботизированная маленькие изменения все-таки произошли они коснулись у нас передние шильды где теперь светится большими буквами bg это за оглавление нашего завода в борисове lg и также изменения коснулись задней части автомобиля где-то прописан уже полностью название автомобиля bill g с моделью x50 что же нас встречает внутри какое сейчас у нас салон по большому счету это тоже куры с мягким пластиком верхней части дверных карт двухцветной окрасом так как есть салон у нас идет двухцветном исполнении так же как и большинство автомобилей здесь управление стеклоподъемниками зеркалами все это вынесено здесь аккуратно под левую руку водителя очень сильные вещи в виде ручки открывания дверей которые являются продолжением дверной ручки при открытии и закрытии также есть небольшой бокс для мелочей для бутылочки с водой все это вот видите интересно реализовано в данном автомобиле что можно сказать про место водителя смотрите мой рост 187 сантиметров даже кто-то удобно сидел передо мной еще в этом автомобиле настройки всей электро что достаточно комфортно и удобно вот я отрегулировал под себя данный автомобиль и соответственно сразу бросается в глаза это руль то есть очень приятно держать руль в руках он тактильный также сделан в спортивном исполнении где скошен в нижней части автомобиля также есть клыки под большие пальцы для более удобного управления верхней части торпеда видеть она у нас выкрашена бордовый цвет что крайне редко встречается в других автомобилях как и по всему салону это идет акцент на двух цветах черный и бордовый пластик мягкий с дополнительным швом если вы посмотрите если не придираться то можно подумать что это все-таки кожа кожа прошита дополнительными ниточками ну это все-таки мягкий пластик центральная консоль убил джейс 50 она у нас парящие можно положить какие-то мелочи вот сюда можно расположить телефон потому что если мы возьмем телефон очень-очень удобно ложится здесь в этой части с учетом того что есть здесь везде разъем который можно подключить и заряжать дополнительный телефон очень удобно расположен блок управления климат-контролем он здесь физически когда уже те китайцы практически ушли на сенсоры здесь он физически и он приятно когда вы прокручиваете ролики и чувствуете как он фиксируется дополнительно здесь две кнопки расположены подогрева сидений и включение выключение мультимедиа мультимедиа у нас видите достаточно большой экран на котором появляются дополнительные настройки дополнительные возможности по автомобилю это мультимедийная система ее классическом исполнении если мы спустимся чуть дальше мы увидим ряд кнопок как наверное на телефоне вверх когда-то давно был такой увидим настройки режимов езды по автомобилю также здесь система помощи спуска с горы включение камер 360 принудительно помощь при парковке и кнопка включения выключения парктроника и вкупе с этим дополнительно есть клавиша электроручника и системы auto hold новый рычаг который достаточно недавно пошел на автомобилях джили билджи а это нефиксируемый рычаг который очень удобно ложится в руке с дополнительными кнопками переключения это достаточно интересное решение ну и также конечно куда без них куда без подстаканников которые имеют фиксаторы дополнительные чтобы мало ли что-то зафиксировать небольшой прорезь под визитки и также также можно может быть не мой конечно но хотя если подлокотник убрать то вот помещается помещается мой телефон что очень тоже удобно иметь также подлокотник подлокотники бокс для мелочей с резиновым ковриком куда можно положить даст те вещи которые они нужны но не очень часто второй ряд сидений напомню что мой рост метр восемьдесят семь сиденье стоит впереди под меня и вы можете заметить да сам автомобиль вроде как небольшой а по ощущению но когда присаживаться в него вы понимаете что тут достаточно много еще места удобный наклон спина регулировка дополнительной регулировка подголовников здесь также имеется у нас подлокотник что добавляет комфорта при езде с подстаканниками как видите в данной комплектации эта комплектация флэкши поэтому здесь предусмотрен еще подогрев заднего ряда сидений и отдельно usb разъем для того чтобы можно было за подзарядить свои гаджеты также чтобы не держать телефон мы можем его положить аккуратно в данный бокс для мелочевки задняя часть дверных карт точно также реализована как и передняя о чем мы уже с вами говорили ранее также имеются карманы в передних сиденьях для задних пассажиров куда можно сложить различного рода документацию еще что-то это уже нужно усмотрение крепление изофикс на левый на правой стороне увеличивать безопасность для детей что он скажу достаточно удобно удобно я не достаю потолок очень удобный комфортно сейчас мы с вами посмотрим багажник отдельно он без электропривода полезно объема багажника без сложных сидений 330 литров в багажнике у нас еще есть боковые сеточки для крепления каких-то грузов может быть баночки или еще что-то это уже на каждом и смотри и крючки очень-очень удобные крючки под фиксацию вот фиксацию сетки которая будет прижимать груз или еще что-то чтобы он не катался по всему багажнику тем самым мы зажмем он держится на месте и ничего не переливается подполье у нас идет большой еще органайзер для все различные мелочи которые может быть в пути также здесь весь комплект для замены колеса дополнительно знак аварийной остановки и еще ниже мы получаем с вами уже запаску запаска до каточного типа все это лежит упакована аккуратно стильно друзья это был обзор самые свежие новинки ну пока тестовых нет то есть смотрите куры и стоят тестовая а x50 их нет поэтому если вы захотите вот первое мое желание было сегодня это а давайте прокатимся как все говорят не только зачем вот же стоит колореги не 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 я хочу прокатиться на билджи x50 они говорят менеджер в салоне так как то же самое насколько это то же самое пишите ваше мнение в комментариях под этим видео время очень важно и важны кстати комментарии реальных владельцев вот только уже два-три года владеет курами что у вас с этими автомобилями какие у вас плюсы и минусы какие проблемы эксплуатации как вы как вы делаете то насколько дорого недорого причем что самое интересное нас смотрят то и во всех странах и в казахстане и в россии даже германии не знаю до германии куры норы не добрались хотя вот обещали билджи экспортировать машину чуть ли не в 15 или 20 странно просто интересно даже пишите в комментариях в какой стране есть куры и не забудьте подписаться на наши аккаунты во всех соцсетях и мессенджер кстати у нас есть секретный телеграм-канал куда мы закидываем халявы там есть и бесплатная диагностика для подвески и бесплатные антикоррозийные экспертизы в общем все что вы мы любите халяву так вот найдите а.п. в телеграме автопанорама и обязательно вступайте в наше сообщество в нашу команда автопанорама в моем сердце надеюсь и в вашем меня зовут павел кореневский пока а